Итак, вторая часть восьмой патетической сонаты Opus 13 Бетховена. И вот у нас три собственные издания здесь есть. Как вы знаете, два варианта Мартинсовских, Power, Мартинсон. Первый вариант с добавленными большими фразировочными лигами по принципу Риммана. И второй вариант, наконец, Мартинсон решил следовать первому изданию и автографу Бетховена с артикуляционными лигами. Но здесь видно, что он колеблется. Вот смотрите. Вот здесь он выставляет, и ошибочно, кстати, выставляет, вот такую пунктирную дополнительную лигу. И здесь тоже пунктирную. Нет, здесь Бетховен был абсолютно прав. И вот эти вот пунктирные добавочные лиги Мартинсона здесь, и вот так же, как и здесь, они исходят из принципа того, что если у нас фраза куда-то идет, то и лига должна так идти. В то время как для Бетховена, совершенно очевидно, как мы видим, нет никаких противоречий. И мы знаем уже с вами по огромному количеству примеров от Баха буквально до Шостаковича, что композиторы – это противоречие между фразовочной конструкцией, фразовой конструкцией и артикуляционной конструкцией любят и даже культивируют. Вот мы здесь видим это. Поэтому спасибо Адольфу Мартинсону за то, что он сохранил во втором варианте, в основе своей сохранил Бетховенские лиги, а свои как бы предложения выставил только пунктирными. И мы, а мы будем следовать с вами Бетховенскому варианту и будем об этом говорить. Ну давайте посмотрим вторую часть, гениальную вторую часть. Одну из величайших, наряду с многими другими, Ададжо Бетховенских. Работаем без педали, работаем без педали. Показываем, что мы можем делать руками. Работаем без педали. Работаем без педали. Главная партия. А что здесь крайне важно? Все вторые волны длинных нельзя забивать шестнадцатыми вторую часть каждой ноты. То есть поднырнули фактурой. То есть пианиссимо, другими словами, сыраем пиано. Как играется? Для того, чтобы получить результативное пиано, нужно играть мецепиано, эспрессиво, играть тему. И пианиссимо играть шестнадцатую. И пиано, эспрессиво, бас. Иногда бас дает себя знать, как самостоятельно. Он все время самостоятельный перифонический голос. Но в данном случае настолько важная баритановая, баритональная или мецепроновая партия, вилончельная, по сути, партия верхнего голоса, что она все время доминирует, конечно. За счет свободной руки вот здесь освободить. И у меня пианиссим здесь. Нельзя забивать фактурой. Да. Тогда у нас перетекает сюда. Особенно вот здесь. Особенно здесь должна быть вторая волна. Вот здесь. Вторая волна ми бемоля, ми бемоля. Поэтому без опозданий, но тишайшим образом играем шестнадцатую. Си бемоль тишайшая. Вот у нас вторая волна. И она перейдет в ре бемоль. Вот я играю точно лигу Бетховена. Не вот эту лигу Мартинсона, замазывающую. А играю с маленьким перехватом. Еще более близко. Перехватчик. Микроцезуру делаю здесь. Связущую микроцезуру. Принципиально я играю пианиссимо. Пианиссимо. Все время. Причем играется по четверочкам здесь. Вот такая артикуляционная конструкция здесь. И на парочке там внутри есть. И вот эта тоже есть. Богатая шестнадцатая, хоть очень тихая. То есть я делаю небольшой крещендо в верхнем голосе. В верхнем голосе естественная крещендо из напряжения голоса. И сэмбро пианиссимо в шестнадцатых. Это крайне важно. А здесь, конечно, зеркальность. Вот это крайний голосов. Соль нужно сыграть так тихо, чтобы ми-бемоль остался. Как троя волна ми-бемоля. Соль играем ти. Зеркальность. Как будто... Опять же бас тихий. И какая лига артикуляционная. С микроцезурой. Не вот эта замазанная, которую нам предлагает все-таки Мартинсон. Хотя он ценил артикуляционную. А именно бетховенская. Еще раз смотрите на руки ближе. Точно как написано в бетховен. Не вот такая. Не вот такая. Как предлагает Мартинсон и как играет большинство пианистов. А точно такая, как у бетховена. С микроцезурой. Где цезура соединяющая. Еще раз. У меня рука внизу. Активная работа пальца. Маленький трамплинчик. От пятого пальца. То есть у меня самая активная, это последняя, тридцать вторая. И потом без опоздания, без акцента, приходится. Пятый палец приходится на самую. Получается связь. Через... Я могу вот так. Да. Фактура не мешается. Слушаю вторые волны всех нот. Принцип длинных нот. И потом вот это... Вот здесь то, что называется портаменту. Не так часто... И здесь тоже скорее портаменту. То есть я думаю, что здесь все-таки вот такой штрих. Не прыгающий, не вот этот. А на струне струнный. То есть вот используя вот этот принцип. Лиги под точки. И здесь та же самая история. Это квартетная игра дальше. Соло скрипки или кларнета. Шестнадцатый. Семропианиссимо. Да. Идем дальше. Главное слышать вот это. Вот здесь вторую волну на мемоле. То есть без опозданий. Вот она. Да. Не как... Не остаточная звучность, а вторая волна. Вот она. Работа. Вот такая... Вот такая работа. Здесь. Максимальная связь. А сколько возможно? Через контроль демпфера. Да. Ну, это мужик. Опять портаменту. Причем это я играю на двойной репетиции на контроле демпфера. А здесь. То есть у меня в одной руке два штриха. Один с отрывом в клавиатуре. А первый палец без отрыва от клавиатуры. Обязательно пульсировать шестнадцатыми здесь. А даже можно и тридцать вторыми. Сейчас. Нельзя играть так. Или даже просто обязательно поднырнуть под вторую волну. под вторую волну уйти фактурой. При этом не замедлить. А если тридцать вторыми? И тогда точная. Точная тридцать вторая. Ну, в принципе, вот поскольку мы уже знаем, как точно тридцать вторую сыграть. Вот такая. Может у нас пульсируют восьмурочки. Такие 32. Но в принципе можно применить прием барочный. Длинная длиннее, короткая короче. Сыграть ближе к 64. Стилистически вполне приемлемо. Сыграть почти как 64, это вполне приемлемо. Главное делать это сознательно. Сейчас я играю тридцать вторую, а если шестьдесят четвёртую. Главное управлять мелким пульсом и знать, на каком уровне мы изменяем. Как играть на двойной репетиции, на контроле полухода демпфера. Не дать демпферу закрыть при красоте рук и при свободе рук управлять демпфером, демпферами на струне, так называемым. Вот это, не дать демпферу упасть. Пауза. Как нужно сыграть вот этим, поднырнуть у нас длинная нота, которую нужно услышать здесь, длинная нота, которую нужно услышать вот здесь, вторую волну звука. Не остаток, а вторую волну, друзья мои, это разница. Вот она, вторая волна. То есть не так, и у нас остаточек пианисима в левую руку. Соответственно, мецопьяно опять в правый, мецопьяно в правый, пианисима с эмбр в левый. Вот у меня до, вот оно такое. Вот такое до. Я подыриваю левой рукой, фа минор, без опоздания, но чуть ли не три пиана играю здесь. Без опоздания. Да. То же самое. Синкопа. Вот здесь очень отчетно слышно вторая волна, которая чуть не громче, чем первая. Вот такая. Без опоздания пианисима. Все играется без педали. Обратите внимание. Все играется без педали. Все, что мы можем. Это не значит, что в результате надо будет играть без педали. Это значит, что сначала надо уметь играть без педали. Везде какие лиги, друзья мои, везде какие лиги. Артикуляционные, авторские. Обратим на их внимание еще раз. Куда идет мотив? I love you. Но идет через цезуру. Связущую. То есть вот это у меня активная фаза тактовая, которая небольшой трамплинчик, и я перепрыгиваю через связующую цезуру. Это при абсолютно минимальном движении кисти. Не кисть работает пальцы. Как и написано у автора. Также то же самое вот это. Вот это. Связущая цезура. То же самое дальше. Цезура. Синхопа. Цезура. Какая лига артикуляционная. Дальше. Какая лига артикуляционная даже совсем. Вот она расшифровочка тоже с артикуляционными. Да. 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 Вот так. То есть я считаю, что здесь триоль. совпадает фа. Вторая фа совпадает с этим. И потом парочку вот этого. То есть немножечко отличается от того, что здесь предложено. Какая лига. И здесь артикуляционная. И здесь артикуляционная. И здесь артикуляционная. Но это все связущие цезуры. И здесь. Я все цезуры микро сделал. Смотрите. Еще раз. Но все они связующие. Если бы я не рассказал, вы бы даже не заметили. Синкопа. Трайбал на звучности. Я бы здесь добавил вот такую лигу. То есть внутри этой большой. Которая частично фразировочная, частично артикуляционная. Может заканчиваться на слабой доле. А мы сюда добавим вот еще вот эту. И еще вот эту. То, что мы видели в первой части. И еще даже вот две таких вот. И можем еще даже вот такую и такую. Это все. Микро артикуляция работы. Пальцевая мотивная работа. Очень важная вот эта маленькая лига. Тоже трамплинчик. Трамплин. Выход. Пальцевой трамплин. Выход из лиги. Причем вес у меня на себе моли. И потом по инерции на синкопу. Через цезуру. Не вот так. Не вот так. А вот так. Да. Очень важно понять, как устроено. Как устроено. Как устроено мотивно. Через умную фирматую. Вот я делаю все микроцезуры здесь. И это совершенно не мешает этой большой лиге. да. Ммм... Все микроцезуры сделай здесь тоже. Микроагогика, пропетость вот эта. Вот это очень интересно. Здесь по парам артилляционные лиги, но поскольку это не как нам кажется, хорей, а это двойственные лиги, а на самом деле мы при правильном исполнении слышим затактовые мотивы, то есть слышим так. Я первым пальцем соединяю здесь. То есть активный выход из этой лиги, а лиги по парам сохраняются. Смотрите. Какая лига артилляционная? Секунда. Везде есть микроагогика метрическая. Здесь погладить пропетость. Если бы это пелось как лид и Бетховеном, или Шубертом, да, или у Бетховена и Шуберта, это пропевалось бы. Я их либерих, их либерих, их либерих. А вот здесь очень важно, вот эта терция, вот, вот она, она должна быть услышана здесь, поэтому как бы нам не хотелось сыграть выразительно вот эти шестнадцатые вилончельные, они должны быть внутри этой терции, потому что эта терция, именно к ней поставлена диминуэнда, она должна перейти, вот эта си бемоль должна перейти в это до. Поэтому здесь целая задача. Вы сыграли терцию, а это внутри. Слушаем терцию. Да, ещё можно улучшить. Вот я слушаю терцию, себе молю, и иду, и переведу сюда в репризу. Да. Дальше в следующем ролике.